Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с наступающим праздником! День защитника Отечества! Ура! Ура! Всем привет, друзья! С вами Саня Турия. Разработчики выкатили в продажу Наварин. Чтобы получить его, нужно сделать следующее. Взять и занести денег. Точка. Ну, на самом деле, не совсем все так. Можно получить его из контейнера. Шанс дропа достаточно небольшой. Но, учитывая то, что у меня, например, есть Ташкент, Багратион, Очаков, Хабаровск, то у меня Наварин выпадает, получается, что гарантированно с 8% шансом. Собственно, так и произошло. Я приобрел, ну, получилось здесь 3 контейнера, потом здесь еще докупил и мне с 12-го контейнера выпал-таки вышеуказанный Наварин. Сегодня мы будем смотреть на этот корабль. Это ПМК-шный кораблик. Кстати, наверное, я все-таки вот здесь возьму. Живучесть ПМК-ПВО. 406 мм. Калибр наших орудий достаточно долго заряжаются. С модаркой будет 29 секунд. 250 разброс на 19 километров. Я так понимаю, что это советская настройка пушек, которые в ближнем бою стреляют хорошо. Но поживучите 70 тысяч. И бронирование тоже очень слабое. Бортовое 340 мм. Больше подходит для семерки, нежели чем для девятки. Вот этот момент, конечно, немножко напрягает. Заметность кораблей. 12 километров можно сделать. Незаметный корабль. То есть ты подходишь поближе. Тут такие, смотрите, глазки получаются. Подходишь поближе и уже начинаешь действовать в ближнем бою. Что советуют взять разработчики? Расторопный. Видимо, чтобы быстрее дойти до точки. Но я все-таки, наверное, предпочту взять наводчика. Думаю, что он будет мне здесь чуть более полезен. Не беру я противопожарку. Потому что здесь есть мастер аварийных... Как он там называется? Аварийное подразделение. Оно нам тоже будет полезно. Дальность противоминного калибра 11,3 километра. Вроде как бы должны быть точные пушки улучшенные. Ну и со всеми вытекающими там пиу-пиу, ПМК и все такое. Есть несколько моментов. Есть несколько моментов. Во-первых, советские 130-ки, которые здесь установлены, они обладают очень хорошей баллистикой. То есть, соответственно, они должны быть точными. Там бла-бла, ля-ля, тополя и все такое. Но одновременно с этим есть определенный минус. То, что из-за настильной баллистики и самого Анаварина, и его противоминного калибра стрелять за острова является проблемой. И поэтому, когда ты подходишь в ближний бой, тебе зачастую нужно, чтобы корабль был в прямой видимости. Так, давайте на паузку поставим пока. Итак, нас забрасывает в бой всего один суперкорабль Ямагири. Ну и вот про суперкорабли тоже отдельной строкой хочу рассказать. Я уже сгонял на нем в бой. И понял, что в настоящее время, если какая-то и была броня в игре, то сейчас засилие кораблей с пушками 457 мм и выше броню практически отменяет. Для этих орудий броня практически никакого значения не имеет. У нас бронирование палубы 35 мм, но верхняя палуба, вот она такая достаточно длинная, 32 мм. В носу есть бронепояс, что, в общем-то, является плюсом. Но на дальнем расстоянии тонкая бортовая броня и тонкая достаточно палуба являются большим минусом для этого корабля. Плюс к тому, у него 27 узлов ходу в базе, что тоже не является особым преимуществом. Однако вот пушки, посмотрите, вращаются на 360 градусов. Предполагается, что за счет наличия бронепояса хорошего корабль должен подходить в ближний бой и там жить, уже танковать, потому что пробить его будет сложнее. Естественно, как вы понимаете, советские линкоры в ближнем бою очень хорошо работают. Но здесь есть такой нюансик. Нюансик заключается в том, что корабля расположения орудий, сами видите, какое. Если, скажем, там на Советском Союзе, на Владивостоке вы подойдете и будете с носовых орудий набрасывать, то здесь права лемка. То есть придется либо развернуться кормой, либо думать, что делать в этой связи. Кстати, я что-то насчитал 18 орудий противоминных, а вижу только 16. Где-то должна быть еще одна башня. А ну-ка, чуть не могу понять, где она. Странно. Да, любопытно. Было написано... А, может быть, это 18 одиночных, наверное, 130-ок. А этих, получается, 16. Ну, хорошо. Итак, мы с вами движемся вперед. Поближе к противнику для того, чтобы иметь преимущество именно за счет наших расположений башен и всего прочего. Это действительно должно нам дать преимущество. Давайте сейчас посмотрим, как именно поворачиваются кормовые башни. В принципе, возможность прострела та или иная имеется. Чем мы, собственно, сейчас и будем заниматься. Простреливать. Что у нас по бидонам? Ну, слава богу, тут никаких уменьшений бидонов нет. Бидоны работают в полном составе. Бидоны работают хорошо. Уже попали мы несколько попаданий против минки по подлодке. Кстати, что не дурно. Но, наверное, сейчас полностью отбомбиться по ней не получится. Я чутка не угадал здесь. Со сбросом. Надо будет пытаться выяснять, где она. Ой-ё-ё-ё. Альварот дайбазан. С той стороны. Ну, и здесь уже идут торпеды в мою сторону. Мы с вами сейчас нужно сделать маневр. Первый пожар мы должны будем прогореть. В принципе, пожары нам не так много урона и наносят. Я так понимаю, что торпеды-то не самонаводящиеся, видимо. Вот эти вот. Или всё-таки самонаводящиеся. Очень сложно тут понять. Что, где, как. Да. Ну, и в общем, мы видим с вами, что происходит. Происходит то, что обычно происходит в такой ситуации. Происходит страшное дело. Давайте ещё немножко сюда кинем. Может быть, чем-то нам удастся здесь ещё попасть по подлодке. Юмор заключается в том, что мне приходится здесь находиться в такой вот позиции. Потому что мы ничего фактически сделать-то не можем. Мне нужно маневрировать. И опять же, ближний бой. Подлодки и так далее и тому подобное. Ну, вы понимаете, что происходит обычно в таких ситуациях. Вот, собственно, происходит то, что происходит. И ты ровным счётом ничего не можешь делать. Потому что твой бесполезный коллега на подлодке тебе никак не помогает. Увы и ах. Попробуем сейчас пройти мимо торпед. Ну, и может быть, при этом ещё не сдохнуть от корнилова. Хотя, конечно, я боюсь, что... Увы и ах. Но я сейчас, наверное, отъеду от хорошего бортового залпа. Потому что я ничего сделать, конечно, не смогу здесь. Повезло, похоже, что противник не обратил на меня внимания. Не был готов к залпу. И это, конечно, здорово. Согласен. Отходим просто назад. Ну, и пытаемся обнаружить товарища подлодковода. Где-то он здесь находится ориентировочно. Пока башни провернутся. Тут вообще без шансов. Мы пока что просто сбрасываем наши бидоны. И на этом, как говорится, всё. Не знаю, почему Корнилов не стрелял. Может быть, он тоже ожидает там подводной лодки. Не знаю. Сложный вопрос. К сожалению, наш противоподводный коллега не хочет работать. Я понятия не имею, где находится подлодка. Как обычно, никакой информации об этом у нас в игре получить невозможно. Оторвает мне две цитадели Корнилов. Причём, не сказать, что прям в борт. Всё-таки в ромбик. Но могу сказать, что бортовая броня Наварина, конечно, оставляет желать лучшего. С другой стороны, тут и варианта никакого не было. То есть, можно было либо поймать торпеду, либо поймать пылюшку от линкора. В принципе, наверное, торпеду было бы поймать немножко дешевле. Чуть-чуть. Ну, вот обратите ваше внимание. У нас наш подводный коллега или коллега, как его лучше назвать, не в состоянии прожать ничего, чтобы обнаружить подлодку. О, мне, к счастью, удаётся всё-таки. Подлодка, видимо, плюнула на все манёвры и просто решила пойти вперёд вражеское. Боже мой, аллилуйя. Редко встречаются такие подлодкеры, которые просто идут вперёд. Спасибо. Давай, может быть, ещё... Не знает, куда она пойдёт, честно говоря. Ну, и мы с вами вместо того, чтобы реализовывать наше замечательное противоминное вооружение, и вот это вот всё, занимаемся вот этой вот очень увлекательной ерундой. С учётом того, что у нас коллега наш, опять же, не очень. Мне вот интересно, почему таких подлодководов бросают регулярно в мою команду? Почему не может быть вот, ну, не знаю, в команде противника такого подлодковода прекрасно? Почему не хотят отправить туда вот этого вот мужчину? Или вообще в другом месте находится подлодка? Совершенно не там, где вот это всё пили-пили происходило. Как разработчики предполагают борьбу с подлодками в такой нелёгкой ситуации, мне, честно говоря, не ясно. Давайте сбросим ещё вот туда, может быть, получится что-то сделать. Ну, поблизости находится Альварда Базан здесь в кустах. О, есть, не удаётся угадать. Ну и мы с вами всё-таки наконец-то сделали то, что должен сделать каждый линкор, утопить подлодку, да? Именно за этим же линкором у нас придумают для борьбы с подлодками, в отличие от всех остальных кораблей. Или для борьбы с эсминцами из дымов, чем сейчас занимается Монтана. О, я не могу. Ну, я не могу пойти вперёд, потому что вы всё видите. И, в общем-то... Ой, Нью-Хэмпшир. Я себе представляю, что будет, если Хэмпшир сейчас обратит на меня внимание своим фугасный дождь, аллилуйя. Он, кстати, будет неплохо пробивать мне палубу. И это, конечно, грустная новость. Ну, опять же, что Базан стреляет по мне из дымов. Я никуда не могу подойти. У меня нет ГАПа. У меня нет РЛС. У меня нет ничего, кроме ПМК, который не может ни по кому выстрелить, потому что никого не видит. Вот. А до кого достаёт, до того я уже и сроду не дойду, скорее всего. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, ладно. Ничего страшного. Продолжаем наш боевой поход, друзья. Надеемся на наших союзников. Нас они не подведут в этом бою. Я надеюсь. Я, честно говоря, даже не знаю, куда пойти, потому что спереди эсминец. Там. Ого. Эсминец. Спереди. Не спереди же точку берёт кто-то. Интересно. Похоже, что он просто так взял и пошёл на точку. Ну, торпеда у неё достаточно медленная, я могу сказать. Поэтому вот этого, наверное, мы бояться сильно не будем. Мне сейчас самое главное с этим товарищем Базаном не лишнего не нахвататься. Всё, есть контакт. Спасибо. Наверное, потушусь. Хотя один пожар здесь тушить, я думаю, смысла особого и нет. Так, а это, кстати, не он точку-то берёт. Это берёт точку кто-то ещё. Да, это Ягер. Ой-ёй-ёй. У-ля-ля. Он вообще где-то спереди получается там, сейчас на точке. Ну, опять же, борьба с эсминцами и подлодками. Главная задача линкора в нашей игре. Только эсминцы и только подлодки. Опять пожар. Прекрасно. Пытаемся с вами уйти с линии прострела. Вот. Что, удастся нам это сделать? Ну, с линии, наверное, удастся. Я думаю, что нам всё-таки надо попытаться довернуть здесь корму. Иначе, как бы, очень плохо всё. А ну, естественно, меня ещё и Кузнецов пропнул вместе с ремонтом. Замечательно, замечательно. Я думаю, успею я или не успею уйти с линии прострела. Ну, думаю, что, наверное, вряд ли. Мне кажется, тут уже без шансов. Да, товарищ Корнилов? Я ещё просто боюсь, что Ягер успеет перезарядиться. Там уж сумасшедшая совершенно торпедная перезарядка. Ну, и что? Корнилов даёт залп. Танканём. Да, кормой-то мы вблизи, мы танканём. Не вопрос. Ну, и теперь вопрос. Там ещё спереди Ямагири где-то. И тут неподалёку Ягер. Вот в связи со всем этим безобразием, я думаю, что делать? Тормозить или газовать? Ох, и Хэмпшир ещё за углом. Любимое местонахождение Нью-Хэмпширо. Это где-то... Где-то там. Ох, это было больно. Ну, я тут уже починю, что у меня есть. На 1200 хп тут уже сильно... Ничего, я думаю, ни на это самое не набьёшь. Всё, уже залп от Корнилова идёт в меня. Ну, и я бы, честно говоря, друзья, наверное, бы мог бы перекатать этот бой. Но, с другой стороны, зачем? Мы с вами видим ровно всё то, о чём я говорил в предыдущих видео про линкоры. Что мне удалось сделать на линкоре ближнего боя в этом бою? Повоевать с подлодкой. Повоевать с эсминцем. Чуть не получить торпеды ещё от одного эсминца. Получить кучу фугасов от корабля с расстояния 18 километров. Ну, и немножко реализовать, да, 130 ПМК на Корнилове, который смилостивился и пошёл-таки на точку. За что ему большое спасибо. Удалось ли мне пострелять как линкор по линкорам? Ну, с главного калибра не особенно. С ПМК вроде что-то заходило. Удалось ли мне пострелять по крейсерам? Да я видел там как-то уходящий джинан куда-то. Но до стрельбы дело не дошло. Соответственно, отсюда вопрос. Зачем? Зачем нужны линкоры? Зачем их покупать? Нужно ли это делать? Или... Смотрите, стоит красавец. Отдыхает. Нужны ли линкоры? Нужно ли их покупать? Или, может быть, не нужно? Ну, давайте я без хейта, без какого-то просто оставлю вам в комментариях рассуждать о ситуации, которая в нынешний момент происходит у нас в рандоме. И нужно ли приобретать? Я вообще ничего плохого не могу, кстати, сказать про Наварин. Корабль-то не дурной. Идея того, что в ближнем бою воевать при помощи противоминного калибра и танковать за счет плоской палубы и хорошего бронепояса, идея хорошая. То есть я прекрасно понимаю, как это задумывалось. Вы должны были на Наварине подойти в ближний бой. Там у вас надстройка особо не вылезает, палуба не имеет значения. И вы за счет ПМК и главного калибра, который точный в ближнем бою, настреливаете с противника, выбиваете дамагу. Идея вам бездная. Собственно, это Наварин и мог бы делать, если бы не рандом. И является ли текущий бой каким-то особенным? Что-то тут эдакое произошло. Да нет, смотрите, подлодка, эсминец, 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 эсминец. Ну, фактически эсминец. Еще только авианосца нам не хватало, да? В общем, давайте дождемся до конца и посмотрим, как фармит наш прекрасный корабль. Итак, давайте подводить итоги боя. Мы с вами 74 тысячи настреляли, два корабля утопили, 130 попаданий ПМК. В принципе, хороший, достойный бой, да, по результатам. Это первое место. Безусловно, мы с вами 29 главным калибром нанесли. Еще, получается, 31 нанесли ПМК. Авиудар 11 тысяч. Да и, в общем, нормально постреляли по-человечески. 4-65 тысяч нафармит. Чего жаловаться-то? А вот получил я удовольствие от этого боя? Ну, честно говоря, не знаю. И если бы я был... Ну, ладно. Давайте так. Я-то, в общем, играю в игру 9 лет. У меня... Если уж не говорить о том, что я один из лучших игроков этой игры. Да. Ну, хорошо. У меня просто опыт большой. И я знаю, что куда стрелять. А если человек вот только зашел в игру, купил этот линкор, поддавшись советскому порыву и... Что? В общем, оставляю вас, друзья, делать выводы в комментариях. С вами Тури. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вы ждали обзор и он вам понравился. Спасибо. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok